источники иллюстрации источники иллюстрации где мы находим иллюстрации наши в библии первую очередь мы уже говорили об этом конечно же библию читаем читаем ветхий завет там столько иллюстраций красивых исаак яков авраам давид давида жизнь давида бесконечная такое бездна бездна богатство иллюстраций ну и мы говорили что они хороши они имеют авторитет они бога вдохновенные они дошают наше познание бога другая литература мы будем говорить у нас такой раздел будет на последний день завтра как образование проповедника мы будем говорить о том что полезно читать какие книги хорошие авторы вот я буду что-то рекомендовать но здесь я только напомню важность чтения с точки зрения поиска иллюстраций вот есть специальные сборники иллюстрации кто-то из вас видел такие сеется семя например помните яков левида да да потом было 500 иллюстрации к проповеди помню когда-то в детстве мы еще имели такая старая книга борчук иван борчук но это очень старая сейчас их сложно найти когда-то переиздавали потом и были такие круг христианского чтения помню тоже рассказывать или сейчас есть такая хлеб наш на сушный христианская поэзия нет хлеб наш на сушные такие сборники для ежедневного чтения и там они постоянно приводят какой-то часто по крайней мере приводят какие-то примеры и затем текст писания иллюстрации такой хороший пример и можно учиться как использовать иллюстрации он приводит к это сравнение потом текст библии и делает вывод там своего рода краткая проповедь я думаю для начинающих проповедников полезно читать хлеб наш на сушный библии на каждый день они даже так делаются электронном формате работают и в письменном и так далее очень хорошие есть толкование например толкование баркли там много иллюстрации вот кто из вас читал очень много разного рода интересных из иллюстрации особенно историко-культурного плана фона можно читать сборники поэзии например волны вечности или классики и так далее все это просто чтение до чтения хороших книг там филиппа янси или макса лукада или кто предпочитает рави захария с другие книги хороших писателей мы будем в этом больше завтра говорить актуальные события и факты жизни слушателей ну это то что мы видим вокруг повышение цен кризис иллюстрации приводим что-то произошло на улице где-то авария случилась почему что как объяснить мы приводим иллюстрации опыт опыт проповедника вот каждый выходит из дома что-то видит где-то птички запели животные к это пробежала с кем-то встретился поговорил у знакомого вот есть свой опыт но здесь мы уже говорили о том что надо оставаться скромным в своем опыте вот и скажем такие иллюстрации типа купаясь в мертвом море вот начинает да они могут привлечь внимание к проповеднику надо скромными быть в своих иллюстрациях когда мы говорим что-то из нашего опыта наблюдение за окружающим миром открыть глаза посмотреть на облака посмотреть на птиц небесных посмотреть на растения на цветы в саду и у нас сразу будут готовы иллюстрации если у нас будет время я дам задание даже вам 10 а здесь у нас нет может быть мы найдем цветок и надо будет извлечь 10 иллюстрации из цветка оказывается это можно я давал студентам поначалу а что сказать вот цветок стоит в горшке потом как начинали думать с такое придумывали что даже не было такого цветки по 10 по 15 иллюстрации и отличались друг от друга иллюстрации оказывается очень много вот надо будет нам потом принести цветок кому поручим найдете цветок перерыве да и мы потом найдем минимум 10 иллюстрации из цветка хорошо принесете сюда цвету воображение воображение может стать хорошим то что я вам читала давиде помните когда давид там все устал уже после написания псалма долго репетировал мы можем вообразить но здесь воображение просто не должно заводить слишком далеко вот один проповедник рассказывал как вот вышли эти сагадата иисуса на вина потом они на надувной матрасе переплыли ордан вот но это может через счет воображение заводит человека да или нас один такой был яркий яркий один проповедник он часто приезжал из-за границы он рассказывал о том как что дух святой хочет прийти к вам ну как дух хочет жить с верующим хочет прийти к вам домой он хочет сесть и вам за стул он хочет положить ноги на стол вами пить с вами кофе ну и немножко может быть это в той культуре так положить ноги на стол и и сидеть это значит общение близкое вот но иногда надо контролировать своего воображения но воображение надо подключать нам не хватает воображения брать вопросить придумать какую-то pritch и историю такую вот как христос писал при Marion я п stink говорил но правда это реальные были события не просто были выйдут понятно то что тоже случалось Наука и искусство, иллюстрации из мира медицины. Кто-то из вас, может быть, читал книги Пола Брэнда и Филиппа Янси. Очень интересные книги. «Ибо ты устроил дивно внутренности мои», потом по образу его Филиппа Янси и Пол Брэнда. Это очень интересные книги, написанные врачом и писателем. И он описывает тело человека и связывает это с духовными истинами. Как это тело связано с духовными истинами? Как оно связано, например, с сердцем человека? Что оно значит буквально? Как оно кровь перегоняет? И что это значит в духовном смысле? Кожа человека. Как она защищает человека от всяких воздействий внешних? И что это значит в духовном смысле? Что значит кожа в духовном смысле? Очень интересно. То есть, как иллюстрации, это очень и очень полезные вещи. Что еще можно сказать? Сборники проповедей, других проповедников, кстати, очень полезно. Читать время от времени, если есть, это находите, читайте. Вот это обогатит вас несказанно. Вот только надо помнить совет одной бабушки. Одна бабушка говорила, пастись ты можешь на разных лугах, но молоко давай свое. Можешь где угодно искать, только чтобы давали свое молоко. Читайте другие проповеди, занимайтесь, исследуйте, собирайте иллюстрации. Но давайте свое молоко. Сами взбивайте. Вот доите много молока, взбивайте сливки, масло свое. Где еще можно найти иллюстрации? Может я что-то упустил? Наверное, всего достаточно. Везде? Ну да, и природа окружающая нас. Ну особенно, если так сказать, короче, там Библия, наша жизнь личная, где мы живем, природа вокруг нас и чтение. То, что мы читаем, узнаем и так далее. Вот то, что мы находим. С этим связан раздел сбор материала, как собирать иллюстрации. Правил здесь нет таких жестких по сбору иллюстрации. Я отмечаю здесь, что каждый проповедник должен выработать самый лучший для него метод сбора и хранения информации. Требование одно. Система должна позволить быстро найти нужную информацию. Сколько бы вы ни сложили, у вас система должна быть такой, чтобы вы быстро, в нужный момент, нашли то, что вам нужно. Скажем, тема надежды у вас. Вы думаете, есть ли у вас пример? Может вы где-то когда-то читали и сложили вот в эту папочку. Раз, 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 АБВГД, в каком у вас порядке это расположено? Я думаю, тут у всех, у многих есть, у Юры есть. У нас есть компьютер, слава Богу, сейчас Бог благословил. Нажимаешь клавишу и у тебя открывает любые комментарии Барклера. То есть у меня библиотека есть в компьютере. Да, понятно. Хорошая библиотека. Молодцы. То есть все есть. Александр, что-то хотел еще добавить? Я именно по компьютеру. Да, у нас это слава Богу есть. Раньше у кого нет компьютеров, можно другие использовать варианты. Скажем, Муди использовал конверты. У него были конвертики, у него попал пример на тему там любовь Божия в конвертик. Надежда в конвертик. Будущее там, смерть в конвертике. Все это в алфавитном порядке лежит. Там какую-то вырезку из газеты, из статьи, ксерокопия, записка своя. Ну и так, в принципе, легко найти. В алфавитном порядке расположил, достал то, что нужно. Или папочки. Вот я тоже когда-то делал папку, такая вот большая папка была. Я туда все вырезки, все мысли, статьи, что попадало в алфавитном порядке располагал. И потом, если не надо было, я сразу думал, а, душа, раз, 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 ну, Д, пьянство, раз, А, П, там, Рождество, Р, на, Р, и находил таким образом. Или же записывал, некоторые вещи записывал в тетрадь. Я просто записывал в тетрадь, а в конце было оглавление в алфавитном порядке. То есть здесь я записывал по порядку, а в конце было в алфавитном порядке такое оглавление, скажем, П, послушание. Пример номер там 10. Ага, я позвоню на П, у меня есть пример туда. Там Иисус Христос, воскресенье, номер 17 пример. Раз, вернулся, посмотрел. То есть можно таким образом. Можно, ну, главное здесь, конечно, в алфавитном порядке располагать. Но если у вас есть компьютер, это намного лучше. Вот я думаю, что, вот я даже могу показать, как, вот, я этим занимаюсь. Ну, примерно так же, я думаю, как и, ой, я не туда пошел, да, так, как и все из вас, наверное. Вот я беру тоже, вот, иллюстрации, скажем, и вот примеры у меня написаны. Вот, и меня не таким образом. То есть здесь, вот я, я понял, что примеры, которые там из книг сеются, семя из других, они не всегда мне подходят. Я начал собирать свои. Вот я собираю и просто по порядку записываю. Вот если здесь что-то можно, вот, скажем, молитва за других. Вот пример из хлеба нашим насушного. Я отмечаю, 18 октября 2004 года я прочитал этот пример. Вот, ага, вот пример, там, о, в чем у меня пример? На Матфея 6.21. Где ваши сокровища? Я нашел интересную вырезку, аргументы, факты до 2000 год. Я забыл то, что на ней отметил. Но это интересная, нет, на что люди тратят деньги? Косметика в США 8 миллиардов долларов в год, мороженое в Европе 11 миллиардов, там сигареты 50 миллиардов, корм для животных в США Европе 17 миллиардов и так далее. Вот, на что деньги тратятся? Интересные примеры. Или, там, возрождение, сердце. И я рядом пишу тексты из Библии, к которым подошел бы этот пример. Он может подойти к теме возрождения, к теме сердца, и он может подойти к теме, там, языки 11-19, псалом 15-12 и так далее. Вот это история человека, который купил первые в своей жизни часы. Вот, может быть, ее слышали. И они начали спешить. Он пошел к мастеру и говорит, надо стрелки поменять. Я говорю, стрелки плохие, спешат. Вот, а он не понимал. А мастер говорит, не в стрелках дело. Дело то в механизме. Вот в чем дело. И мы приводим пример, говорим, что люди часто пытаются косметические изменения производить. Они не понимают, что проблема в сердце. Они думают то подправить, то образовать, выучить человека и так далее. Ну и вот таким образом, вот, бесконечно эти примеры, я не знаю, у меня их уже так, может быть, 250 или сколько здесь насчитывается. Вот, книжку вам надо сделать. Я уже собираю под книгу. Я думал собрать это под книгу когда-то. Потому что у меня сразу, например, Чак Колсон, «Откровенный разговор с подростком», оттуда бы писал. Лев Шестов, «Афина и Иерусалим», книга какая-то там философская. Ну, из всего, что читаю, «Мать Терезы Калькутская», вот ее выражение какое-то об авортах, очень сильное, хорошее выражение. Опять Чак Колсон. То есть, все, что читаю в какой-то момент жизни, или где-то слушаю «Лебедев», церковно-исторические повествования, очень интересные есть там из истории церкви такие. А потом… Чак Колсон, это «Тюремное служение»? Да, 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 да. У него есть много интересных книг таких хороших. А потом, как я нахожу примеры, я сейчас покажу. Вот, допустим, на тему «Библия мне надо». А, вот, тема «Библия», «Достоверность Библии». Это пример 251, 252. Ну, вы понимаете, в компьютер это все очень легко вставить. Вот, я смотрю, у меня другая тема. Ага, тема «Дух Святой», «Исполнение Духом Святым». Пример номер 262. Десятина, пример номер 143. Там «Дети», пример 105, 106 и так далее. То есть, на любой… А внизу сделаны тексты писания. Например, у меня «Матфея 6, 19, 20», пример 113 у меня есть на этот текст. То есть, я уже, если готовлюсь по «Матфея 6, 19, 20», я могу найти. Не важно, что я об этом сейчас не буду проповедовать. Может, я буду через год проповедовать. Но у меня уже это есть. Ну, кроме того, у меня еще другой такой индекс я делал когда-то. Это был такой большой индекс. Я еще имею, кроме этого, у меня отдельный такой индекс. Здесь я нахожу какие-то… Отмечаю, если у меня нет материала на листочке или переписанного. Допустим, такой момент. Допустим, баптизм, гонение на баптистов. Такая тема. Где-то мне понадобится. Я читал книгу Бонч Бургевича из мира сектантов. Я отметил, что в этой книге есть материал на эту тему. Когда-то мне понадобится, я, может быть, возьму эту книгу. Я знаю, где она есть. Я даже написал в Национальной библиотеке. Там я как раз работал, я нашел этот материал. Или Благовещение тема. И у меня записано. Златоуст, второй том, вторая книга. В Златоусте, втором томе, вторая книга. Есть проповедь на эту тему. И когда-то мне будет полезным… Взять ее, найти сразу. Да, да. Папка там. Или в такой-то папке это находится. Некоторые индексы здесь я знаю, где что-то находится. Или в такой-то книге. Курение. Материал, диск какой-то. Вернон Фостер, новый стаб. Такой и такой. Если мне эта тема понадобится, где-то какая-то лекция. Вот, говорится. Или плюрализм. Богомыслие. Пирсинг. Интересная тема для молодежи. Пирсинг. Это «Вокруг света». Номер девятый за 2007 год. У нас есть в библиотеке подширка этих журналов. Очень интересный материал об этом. Пирсинге. И если мне понадобится… Согласитесь, мне будет намного легче найти материалы. Что-то искать по-новой. Где это есть? Что есть? Намного проще собирать и материалы. Главное, чтобы система была такой, чтобы вам было легко находить. Раз, щелк, нашли. Щелк, нашли. Проповедник как белка. Он на зиму заготовит. Или муравей. То есть, что бы ни попало. Вот, у меня с собой всегда листочек есть. Или компьютер есть где-то. Раз, записал. Что-то, мысль какая-то попала. Или любую книгу читаешь. Любую книгу. Не надо ее просто так читать. Вы сейчас будете читать добрые советы проповедникам Евангелия. Взяли карандашик, отметили. Прочитали и отметили. И листочек рядом. Страница 30, там страница 35, 50. А потом вернулись, когда прочитали и посмотрели. О, этот пример не подойдет где-то. Дайте я ее сюда там замечу себе или отмечу. Или хотя бы составлю индекс какой-то. И напишу, что вот там-то пример такой-то. На ту-то тему, на ту-то. Ну, и, например, с проповедями я как работаю? Вот, допустим, вот у меня папка проповеди. Я говорил вам о сериях проповедей. Допустим, какую-то серию проповедей вы произносите. И вот у меня уже проповеди, которые я буду в дальнейшем произносить, если Господь позволит. Вот сейчас, например, я работаю над Давидом. Проповеди на тему Давида. Например, чем это удобно, серии проповедей? Вот у меня здесь уже где-то 15 тем в будущем о жизни Давида. Допустим, ну, прощение. Вот тема Давид и Мемферский. Прощение. Вот я еще не дошел до этой темы. Но у меня уже есть три страницы материала на эту тему. Я читал какие-то книги, я занимался. И все, что мне попадает на эту тему, я сюда записываю. Пригодится. Или вот вторая проповедь по этой теме. Это Давид и Голиаф. Я буду говорить об искушениях. О том, как мы побеждаем искушение. Ну, как аллегорию использовать. Я уже много материала. Какой мне попадает материал по искушениям, я его сюда складываю. Ну, он может быть не совсем упорядочен. Хотя более-менее я делаю пункты. Там пункт первый, там второй, третий. Чтобы мне было легче складывать. А потом, когда мы подойдем к этой... Когда мне надо будет проповедовать, у меня уже окажется есть много материала. То есть это будет намного легче. Или, скажем, в дальнейшем я планирую, если Господь продлит жизнь, вот Иоанна, произнести серию проповедей на Евангелие от Иоанна. А вот Иоанна 7 глава. Что у меня там есть? О, у меня уже кое-что есть там. Тут даже много. Я уже проповедовал, поэтому меня там действительно больше. А вот Иоанна 11, наверное, я не проповедовал. У меня мало. Ну, всего лишь одна мысль. Ничего, пригодится. Если вы проповедуете, у вас серии проповедей есть, то это чем полезно, что вы можете сразу собирать иллюстрации уже на будущие проповеди. Вот. Вы можете собирать иллюстрации на будущие проповеди, и когда вы подойдете к делу, у вас уже будет много материала. Вот. Но вы вырабатываете сами, сами вырабатываете лучшие методы. То есть здесь главное, чтобы было упорядочено. Но вот благодаря компьютерам, вот вы можете, что вам хорошо сделать, записывать куда-то под номерами и хорошо иметь отдельный файл в алфавитном порядке, в котором указано, там, тема бедности. Смотри то-то, там, читай ту книгу или такой-то пример, там, тема-то, то-то. И так вот собирать, собирать. Кажется, вроде бы, медленно, но потом вы заметите, пройдет год, другой, третий. Вот я сейчас посмотрел, уже у меня там 300 примеров. Да, мне еще 100 примеров каких-то, там может быть целый сборник проповедей. Я когда-то думаю это сделать, оформить как проповедей. Там есть очень интересная иллюстрация, я думаю, полезная для любых проповедников и так далее. Поэтому это все можно использовать. Здесь правильный момент, вот, контекста, кому мы говорим. Как-то в небольшом городе, вот мне мать говорила, там приехал один проповедник, она говорит, ну он нас кормил пирогами, а нам нужен хлеб. Ну, то есть, там такие простые люди собрались, им не нужны были цитаты из, там, Златоуста, Сирина, или, может быть, что-то из жизни великих полководцев македонского и прочего. Им нужны были простые примеры о жизни, вот, о природе, о сельском хозяйстве, то, в чем они живут. И зависит от аудитории. Если мы собираемся иногда с какими-то учеными людьми, там, может быть, неплохо и Канта процитировать иногда. Это уже другой момент, другой вопрос. Для них это авторитет, они что-то хотят услышать, знать, как это связано с верой, с религией. Поэтому там уже иначе. Там мы можем взять книгу Джоша Макдаула, «Неоспоримые свидетельства воскресенья», и, может быть, подискутировать даже на уровне доказательств каких-то. Поэтому здесь зависит, аудитория много значит, наши примеры, иллюстрации. Но личные примеры и того, как Бог действует в нашей жизни, они всегда сильны. Если мы сказали, то главное к себе не привлечь внимание, но сказать о том, что Бог делает. Если мы проповедуем на какой-то текст Писания, мы говорим о том, что Бог уже это делает. Конечно, здесь важно, чтобы как-то не похвалить себя, там, если мы говорим, там, не собирайте себе сокровища на земле, а на небе, ну, и говорить о том, что, ну, вот, я собираю на небе, вот, учитесь. Ну, здесь надо, может быть, не так говорить, но как-то сказать, что вот Бог изменил мое мнение. Вот я тоже думал, что то важнее, я этим занимался, этим, а я потом вынужден был поменять работу, потому что Бог меня поменял. Ну, и как-то показать, что Бог сделал, что Бог поменял мое направление. Или сказать, вот, мой друг, тогда, может быть, лучше даже рассказать о каком-то другом, что вот такой-то был человек, собирал на земле, потом Бог его поменял, он сейчас вкладывает в небесное, он занимается, он собирает, может быть, даже будет скромнее и красивее. То есть зависит от того, какая проповедь. Потому что говорить о себе, что я молюсь, о молитве, как я молюсь, это тоже иногда звучит вызывающе. Хотя сказать о том, что Бог меня учит, я тоже учусь, я несовершенен, но Бог меня учит. Потому что бывает проповедник привлекает внимание, недавно таки попали мне кассеты, не кассеты, записи компьютерные, там был один проповедник, рассказывал о жизни с Богом. Он все время о себе говорил, он говорил, как он встает в 6 утра или в 4 утра, он молится, как ему Бог является. И он постоянно, он, он и он. О чем он? Не о Боге говорил? Это не совсем нормально. То есть говорить о том, что, каков ты. И люди себя думают, ну я этого не могу, это великий человек. Я в 4 утра не могу вставать, а он встает. Ну я не знаю, встает ли он в 4 утра, но он так говорит, рассказывает постоянно. Постоянно нормальный человек, здоровый, сложно ему так делать, обычному человеку. Вот, надо действительно иметь какую-то особую способность или тело, чтобы вставать каждый день рано, а поздно ложиться. Павел говорил, я не с тобой хвалюсь, да? Да. Павел говорил, я не знаю, что он встает. Павел говорил, я не знаю, что он встает.